МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рад, что с вас сняли все обвинения, господин Штольман. Знаю, вам пришлось нелегко, но, поверьте, все ваши прежние заслуги перед Отечеством не забыты. Я тоже этому рад. Могу узнать, чем обязан. Ну, для начала ознакомьтесь вот с этим. Это все чудовищное злодейство, вероятно, их причина, некое умопомешательство. Яков Платоныч, что вы готовы сделать для того, чтобы восстановить ваше доброе имя. Все, ваше превосходительство. Ну, в таком случае у меня есть для вас одно очень опасное задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Позвольте. Позвольте. На что жалуетесь? Понимаете, Анна Викторовна, меня очень беспокоит бессонница. Вот, стоя только мне закрыть глаза, я сразу слышу посторонние звуки, шаги, шорохи. Хотя я точно знаю, что в своих комнатах я совершенно один. И давно это с вами? Как только переехал в этот дом. Понимаете, дело в том, что моя драгоценная супруга, она погибла несколько месяцев назад. Я, конечно, очень горевал, ну, как говорится, сэльяви. Вот, и чтобы избавиться от мыслей и воспоминаний, я переехал в этот дом. Но здесь мне тоже нет покоя. Бессонница часто случается из-за расстроенных нервов. Нет-нет, Анна Викторовна, здесь совсем что-то другое. Понимаете, мне кажется, что этот дом проклят. Вы верите в проклятие? Ну, посудите сами. До меня там жил некий помещик Кулагин. 27 лет от роду. Молодой, высокий, красавец, дон Жоан, камильфо. И что же? Его находят утром мертвым в постели. Остановка сердца. Существует множество болезней. А предыдущий хозяин, помещик Архипов, тоже был найден в этой самой спальне мертвым. Ну, конечно, ему было 50 лет, тут он вполне что не вечно. Но никакими болезнями он не страдал. И умер так же внезапно во сне. Анна Викторовна, понимаете меня, все эти новости, они меня очень беспокоят. Нет дыма без огня. Я понимаю. Ну, скажите, чем же я могу вам помочь? Анна Викторовна, я знаю, вы обладаете некоторыми капазиты. Я очень вас прошу, ну, не могли бы вы поговорить с прежними владельцами и узнать, отчего они умерли. Анатолий... Палыч. Палыч. Палыч, существует огромное количество болезней, в результате которых люди гибнут во сне. То есть, вы полагаете, это просто совпадение? Я считаю, что если бы было хоть малейшее подозрение на то, что эти смерти не были бы случайны, полиция немедленно начала бы расследование. А сейчас я вам дам замечательные снотворные капли. Спать будете как убитый. То есть, как владенец. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Живой, хорошенький. Какая прелесть. Какой хорошенький. Неси скорее блюдце с молоком. Да, сейчас. Доброе утро, Аннушка. Это что еще такое? Мам, смотри, какой хорошенький. Только кота не хватало в нашем доме. Он подерет всю мебель. И к тому же у меня в горле першит от кошачьей шерсти. Вот, видишь, началось. Ты где его взяла? Андрей Петрович прислал. Ох, какой хорошенький. Ох, какой миленький. Ну ладно, пусть остается. Нет, забери, забери его, Анна. День добрый, господин Клюев. Здравствуйте, господин Штольман. С самого утра уже с букетом цветов, видно, не на шутку в зале за кем-то выхаживать. Уверены, что этой женщине нравятся розы? Ну, к чему идти, реверанс? Вы прекрасно знаете, кто она. Ну что ж, Анна Викторовна удивительная и прекрасная девушка. И заслуживает исключительного счастья. Господин Штольман, нам с вами вражда ни к чему. Если и вы имеете виды на Анну Викторовну, то пусть она сама выберет достойнейшего. Послушай меня. Ну, в самом деле, осталось потерпеть, ну, буквально совсем немного. Скоро, скоро все изменится. Слушай, это я тебе обещаю. С кем-то ты только что говорил? Маша, я репетировал речь в суде. Новое дело. Кого защищаешь? Маша, я уже опаздываю в суд. Давай поговорим вечером. Так давай я прикажу закладывать. Не надо. Я сам распоряжусь, прошу тебя, душа моя. Оставь меня одного. Мне надо дочитать речь, подготовиться. Прости, дорогая, но ты мне мешаешь. Повезло, однако. Не надо было приходить ко мне в кабинет. Андрей Петрович, как это мило. Это вам. Благодарю. Скажите, а получили вы утром другой мой подарок? Ваш подарок очень громко мурлыкал. Вылакал целое блюдце молока и был пожалован на должность больничного кота. Ловить мышей пациентов, веселить, присаживайтесь. Ну, спасибо. Ну, конечно, место завидное. Любой кот мечтал бы о таком. Благодарю вас за участие в его судьбе. Здравствуйте, доктор. Господин Клюев. Анна Викторовна, я собираюсь поехать в город зафиксировать смерть одного человека. Я помню, вы просили научить вас правильно составлять заключение. Конечно, доктор. Я пойду с вами. Что ж, я вас жду. Моя почта. Андрей Петрович, а приходите к нам сегодня ужинать. Мария Тимофеевна обрадуется. С превеликим удовольствием. Ты красивая. И ты красивая. Поиграй со мной. Поиграй. Варни, не исчерчайте. Поиграй со мной. Поиграй, поиграй. Варни, я тебе сколько жаловала. Все хорошо. Как жаловы, не выходи. Все хорошо. Анна Викторовна, пойдемте, нас ждут. Да. Примите мои соболезнования. Здравствуйте, доктор. Что с вами, Анна Викторовна? О, господи. Он ко мне вчера в больницу приходил. На бессонницу жаловался. А я ему сульфанал прописала. Сульфанал. Судя по количеству жидкости в этом пузырьке, он выпил не более двадцати капель. Я правильно понимаю, что вы его сын? Пасынок. Савелий Вербецкий. И что, шотичем часто болел? Да нет, особых жалоб не имел. А вы если, не ошибаюсь, горничная? Да, доктор. Ну и что он ел пил вчера? Да, как обычно. Позавтракал кофем да оладушками. На обед жаркое кушал. На ужин уху. Я с училища утром приехал. Зашел в спальню. А он... Почему он умер, доктор? Ну, скорее всего, это внезапная остановка сердца. Возможно, какие-то скрытые бессимптомные болезни. Если вы хотите, чтобы я точно назвал причину смерти, нужно будет сделать вскрытие. Вскрытие? Моя покойная маменька бы этого не одобрила. Александр Францевич, вскрытие совершенно необходимо. Дело в том, что Овчеников говорил мне, что два предыдущих хозяина умерли точно так же. Я ему не поверила. Не бывает таких совпадений. Их не бывает. Скорее всего, вы правы. А для того, чтобы получить разрешение на вскрытие, необходимо согласие близких родственников или приказы полиции. А я пока повода для расследования не вижу. Трогай. Подождите, стойте! Голубчик. Маменьки на драгоценности пропали. Они всегда в шкатулке лежали. В гардеробе. Сейчас их нет. Вот повод обратиться в полицию. Ну что, Яков Флатоныч, чувствуете себя цезарем, перешедшим Рубикон? Какая любопытная у вас корреспонденция. Тайная полиция, охранное отделение. Может быть, прольете свет на тайной пятилетней давности? Хотя бы на убийство князя Разумовского. Князя убил лакей, как и предполагало следствие. Неужели? А слухи говорят, что... Слухи они на то и слухи, Антон Андреевич. К сожалению, ничего интересного рассказать не могу. Настаивать не смею. В нашем городе зреет заговор? О чем вы пишете в Петербург? Я просто собираю сведения об одной персоне. И много собрали? А что за персона? Вы становитесь похожи на Рябушицкого. Письмо господину Коробейникову. Срочно отправь. От Анны Викторовны. Требуют полицию в дом купца Овчинникова. Похоже, там произошло убийство. Полагаю, надо ехать. Виталина Кондратьева. И давно ты служишь? Горничной. С месяца уже, как барин в Затонск приехал, так сразу меня и нанял. Кто есть еще из прислуги? Кухарка с дочкой. Они еще до господ Архиповых остались. Васька, кучер. Еще управляющий был, но барин его прогнал пару недель назад. Игнатова фамилия. Угу. Так вы говорите, что открыли дверь со своим ключом. А когда это было? Утром, часов шесть. Тогда еще только светало. Стало быть, драгоценностью взял кто-то из своих? Как вы думаете? Может быть, подозреваешь кого-нибудь? Да, не знаю, ваше благородие. А может, и не крали их вовсе? Как же? Ну, может, барин их сам заложил? Или в банк сдал? В банк? Вчера днем ювелир приезжал, опись проводил. Не заметили, где был его собственный ключ? Да, как всегда, на крючке около двери. То есть, уверены, что больше ключей ни у кого не было? Уверен. А вот и кучер, Василий. Ваша Мугородьевна. Ну что, Василий, все знаешь? Кое-что пропало из дома. Как же не знать, барин? И что? Что пропало? Драгоценности. Хорошо. Где вы были сегодня ночью оба? Так по своим комнатам, на стороне прислуги. Кто-то может это подтвердить? Что вы никуда не отлучались? Ну, ваше благородие, это, в одной комнате заночевали. В моей. Вы мне только что другое сказали. Так даже если и отлучались, Анатолий Павлович господскую сторону всегда на ключ изнутри запирает. Знаете что, ступайте, мы с вами еще побеседуем. Сидите Александр Францович. Удалось установить причину смерти? Боюсь, вы были правы. Общеников действительно скончался от аффекции. Его задушили? Да, полагаю, его задушили во сне подушкой. Я обязана была отнестись к его словам серьезно. Голубушка, Анна Викторовна, ну, право, не корить его так себе. Вашей вины в его смерти нет. Серафима Лускова? Кухарка? Да. Ну, а чего же вы не вышли со всеми? Ой, простите, ваше богородие, я боюсь дочку одну оставить. Да вы проходите, проходите. Мы вас долго не задержим. Скажите, этой ночью вы были здесь в комнате? Ну, да. А где же мне еще быть-то? Я за дочкой смотрю, чтобы она не убежала, не потерялась. А на ночь я всегда ее руку к своей веревочке привязываю. Правда? Ваша дочь больна? Да. Не в себе она. Вот, ростом вымахала, а разум мне, как у малого дитя. Покойная барыня, Вера Ивановна Архипова, она помогала нам по докторам и его возила, но только ничего не изменилось. И... Архипова – это супруга того самого владельца дома, которого пять лет назад нашли мертвым в своей спальне. И с предыдущим владельцем, Кулагиным, похожая история, Яков Путонович. Вообще-то, этот дом в народе называют проклятым. Мама, кто это? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, вот что люди только болтают? Какой он проклятый. Архипов пил, как сапожник. У него белая горячка была, вот он и умер. А Кулагин пристрастился к настойке опиумной. Да, без нее вообще заснуть не мог. Вот однажды перебрал, и все. Они плохие, плохие! Пусть идут, мама, они плохие! Простите, господа, простите, простите. Тихо-тихо, море-то какой-то. Всего доброго. Все-все-все хорошо. Ну-ка расскажи мне. Городовые дома смотрели? Да, драгоценностей нигде нет. Дверь без следов взлома, окна на господской половине заперты изнутри. Я думаю, что дубликат ключа мог изготовить ведь кто угодно. Согласен. Ой, мало кто знает, как много надо знать, для того, чтобы знать, как мало мы знаем. Анна Викторовна, добрый день. Здравствуйте, Полина. Что-то случилось, вы ко мне больше не заходите. К нам привезли много новых книг. Если вас чем-то обидело, то... Да мне дошли слухи о вашей связи с господином ненем безразличным. Скажите, Полина, у вас со Штольманом роман? Нет, нет, вы ошибаетесь. Все совсем не так. Позвольте мне вам объяснить. Только это разговор не для посторонних ушей. Прошу. Совсем недавно доставили от доктора Милса, Антона Андреевича. Благодарю. Овчинникова задушили, как я и говорил. До недавнего времени я жила в Петербурге. Там у нас образовался кружок. Несколько молодых людей и девушек. Мы обсуждали новые книги, говорили о проблемах России. Не делали ничего противозаконного. Но кто-то написал на нас донос. И охранное отделение решило, что мы тайное общество. Нас всех арестовали, моих друзей выслали из Петербурга, а меня осудили на чремное заключение сроком на один год. За что? Да потому, что собрания проводились в моем доме. Мой тюремный срок закончился три месяца назад. Но право жить в Петербурге я потеряла. И именно поэтому я приехала в Затонск, чтобы начать свою жизнь заново. Но, как все подозрительные, я нахожусь под судебным надзором. И мой надзиратель господин Штольман. Он мой надзиратель, Анна. Я живу, как в тюрьме. Он может явиться ко мне в любое время дня и ночи, и я не имею права его не впустить. Господи, я не могу в это поверить. Неужели вы не знали, что он связан с тайной полицией? Должность судебного следователя это всего лишь прикрытие. Анна, мне очень жаль, что я вас расстрою. Я догадывалась, что у вас есть чувства к нему. У меня были к нему чувства. Я понимала, что Штольман выполняет некие тайные поручения. Но я думала, что он ловит настоящих преступников, а не следит за подозрительными. Могу ли я надеяться, что вы будете заходить ко мне? Вы мой единственный друг в этом городе. Я понимаю, что дружба с поднадзорной это... Алина, умоляю вас, прекратите. Как вы можете так говорить? Конечно, мы с вами друзья. Слушайте, я вообще не понимаю, на каком основании? Полиция, господин Игнатов Штольман, судебный следователь. Вчера ночью из дома господина Овчинникова пропали ценные вещи, а сам он был убит. Мне кажется, вы служили у него? Я уже две недели не служу. Я здесь ни при чем. Увижу известия, об этом вас не сильно расстроили. А чего он где расстраиваться? Ты гнилой был человек. И что же вы так о покойном? Он в ваше благородие управляющим меня найдал. Велел новый дом к приезду подготовить. Я нанял людей. Я в этом треклятном месте полы перестелил, окна заменил, домоход вычистил. И этот человек мне ни копейки не заплатил. Мне пришлось под денами из своего кармана рассчитывать. Где вы были прошлой ночью? Здесь. У себя. Подтвердить кто это сможет? Я живу один. Понятно. До окончания следствия из города не уезжайте. Я понимаю, я понимаю, я нахожусь у вас под подозрением. Но только, ваше благородие, вы зря время теряете. На Овчинникова кто только зуб не имел. И кто же, например? Да, хоть пасынок его. Савелий. Он отчима крепко ненавидел. Тот его мать своими кутежами, изменами в могилу свел. Ну, вы хоть прислугу проспросите как следует. Они, почитай, каждую неделю ругались. Едва до мордобоя не доходило. Вы уж извините, Андрей Петрович. Мария Тимофеевна у себя, у нее мигрень. Брат, похоже, задержался в суде, Анна у себя в больнице. Так что, будемте с вами деда-дед. Ничего, я получаю удовольствие от общения с вами. Вы удивительно приятный собеседник. Благодарю. Будьте здоровы. Ваше здоровье. Хорошо. Добрый день. Я по поводу купца Овчинникова. Вы вчера днем делали опись ювелирных изделий? Да, ваше благородие. Ему требовалась оценка стоимости для банка. Вот это моя копия. Брошица с аферами и бриллиантами, из грудной серьги, жемчужное жерель с рубином, кольца. Весьма красивые дорогие вещи. Не часто встретишь такое у того, кто в прислуге держит два с половиной человека. Вы хорошо знали Анатолия Павловича? Мы были мало знакомы. Но это весьма скользкий, господин, скажу я вам. У самого с души не гроша. Но покойная супруга, судя по всему, была очень богата. Она что-то заказывала у вас? Ой, нет. В основном продавала. Приезжала ко мне несколько раз из соседнего уезда, еще когда жила там вместе с супругом. Она была с ним очень несчастна. Откуда вы знаете? Ну, разумеется, она ничего мне не говорила, но я научился своих клиентов понимать без слов. К тому же, знаете, несчастная женщина видна за версту. Да? Благодарю вас. Вы очень мне помогли. Я даже представить себе не мог, что в такой глухой провинции можно встретить столь необыкновенную женщину, как ваша племянница. Она не только красива, но и умна, образованная. Вижу, вы ей всерьез увлечены. Вижу, вижу. Так я не скрываю этого. Но чувствую, что обыкновенные знаки внимания или слова не позволят мне достичь ее благосклонности. Я не понимаю, чего она хочет, чего ждет от меня. Могу дать совет вам? Не спешите. Тише едешь, дальше будешь. Дело в том, что... Анна Викторовна. Андрей Петрович. Анна Викторович. Прошу меня простить, я заставила вас ждать. Я прекрасно провел время в обществе вашего дяди. Да. Петр Иванович. Да. А вы куда-то собираетесь? Да, Аннет. Да, у меня дела. Так что развлекай своего гостя сама. А какие у тебя могут быть дела? Неотложные дела. Неотложные дела. Всего хорошего. Петр Иванович. Всего хорошего. Дела. Вы чем-то обеспокоены? Не хотите прогуляться? Хочу. Анна Викторовна, отчего вы печальный? Доверьтесь мне. Андрей Петрович, вам когда-нибудь приходилось разочаровываться в том, кто вам был очень дорог? Я знаю, как это бывает тяжело. Когда мы влюблены, предмет нашей любви кажется нам идеальным, лишен им недостатков. Но со временем мы начинаем видеть то, чего раньше не замечали. И порой это ужасает. Я много лет любила одного человека. страдала, плакала. А сегодня я вдруг поняла, что ничего этого не стоит. Поздравляю. Прошлое вас отпустило, теперь вы свободны. И в скором времени снова будете счастливы. Вы так думаете? Я в этом не сомневаюсь. Ни по Архипову, ни по Кулагину уголовные дела не возбуждались. Обе смерти признаны естественными. А вы нашли что-нибудь у Игнатова? Нет, но я представил наблюдение. Он весьма нелестно отзывался о покойном, тот не заплатил ему ничего за переделку дома. Мотив? Перечисляя работы в доме, он упомянул очистки каминной трубы. Камин ведь стоит в спальне Уовчинниковой. Похоже, что так. Завтра нужно будет проверить, возможно ли пробраться через дымоход в спальню с крыши. Яков Платоныч, займитесь этим, а я с вашего позволения наведаюсь в училище к Савелью, проверю его алиби. Думаете, он мог о чем убить? Анатолий Павлович, простите меня. Я без внимания отнеслась к вашей просьбе. Я виновата. Помогите мне найти вашего убийцу. Кто вас убил? Ищите женщину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тройка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Возьмите. Спасибо. Анна Викторовна, и что вы здесь делаете? А вы? По долгу службы опрашиваю соседей. По долгу какой службы? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помышляйте негласным надзором. Сделались притеснителем всех свободно мыслящих людей? Я от вас такого не ожидала. Признаться, я вас не понимаю. Не надо, не надо, мне все известно. Я была у вас лучшего мнения. Вы имеете право сердиться на меня сколько угодно, но я действительно здесь по делу об убийстве овчинника. Раз вы тоже здесь, я смею догадываться, что наши интересы совпадают. И хотел попросить вас о помощи. Я очень виновата перед Анатолием Павловичем. Я без внимания отнеслась к его словам. Теперь он мертв. О чем вы хотели меня просить? Дочь кухарки, Варвара, поговорите с ней. Мне кажется, она могла что-то видеть или слышать. К сожалению, она больна, но такие свидетели иногда запоминают гораздо больше, чем прочие. Почему вы хотите, чтобы я с ней поговорила? Она явно боится мужчин. Я не знала. Поскольку я и так собиралась с ней поговорить, вынуждена признать, что мы с вами движемся в одном направлении. Но это вовсе не значит, что нам по пути. Здравия желаю, господа студенты! Здравствуйте! Есть ли среди вас друзья или, может быть, однокашники Савелия Овчинникова? А кто интересуется? Меня зовут Антон Андреевич Коробейников, я начальник сыскного отделения. Ого! Так что же Савка натворил? Неужели отчима зарезал, а? Да, это могло бы быть смешным, если бы не оказалось правдой. Отчим действительно убит. И вы считаете, что Савелий мог его придушить, зарезать, да? Что он его, не любил? Ну, мало сказать не любил, он его ненавидел. Только Савелий хлюпик, он даже мелюзгена валять не сможет. В пятницу вечером кто-нибудь видел Савелия? Так это, у нас пирушка была, он с нами был вместе. Да, мы в стакан играли, он меня перепил. Ну, хорошо. Кто-нибудь знает, когда он отправился домой? Часа в два или в четыре. Проводите меня в комнату, Савелия. Да, конечно, пойдемте. КОНЕЦ 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 Так, 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 так. Так, 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 так. Идём, играть, играть. Держи. Баю-баю, баюшок. Кладу детку на пушок, опухою кровать. Будет детка крепко спать. Да? Твоя кукла хорошая. Хорошая. А кто ещё хорошая? Мама хорошая? Хорошая. А хозяин Анатолий Павлович? Плохой. Плохой. Из-за него, из-за него Капитолина плакала. Тише, тише. Тише. Всё, всё, всё. Да, я здесь. Вполне просторная. Ах, вот оно в чём дело. Ну, как-то я сама сразу не догадалась. Ну, правильно, какой дурак через парадную полезет у всех на виду? А тут, пожалуйста, вот влез, вылез и ушёл себе дворами. Капитолина плакала. Тихо-Pad. Ок-ху-ху-ху. Кор oggi будет запрещен. Тихо- look. Его, из-за них будет пришло. Пока. Там tenth billions. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, Игнатов был здесь последний раз две недели назад и после этого не возвращался? Да какое там, ваше благородие? И носу не казал. Барин очень его обидел. Ты Капитолин? Я. И что ж, покойный барин тебя обижал? Мне сказали, ты плакала из-за него. Это кто же ему такую глупость сказал? Варя, небось. Вы не слушайте ее. Дурочка она. У меня в том месяце сестрица померла, и глаза ей правда на мокром месте были. Только вот барин тут ни при чем. Я это Анатолий Павловича всегда только хорошее видела. Могу я идти? Спасибо тебе, ступай. Как я вижу, вам удалось поговорить с Варварой? Удалось. Она сказала, что покойный Овчинников был плохой. И что это по-вашему значит? Понятия не имею. У нее игра такая, она всех делит на хороших и плохих. Но мы с ней не успели договорить, потому что вошла ее мать. Что там, Анна Викторовна? Мужчина. Средних лет. Пытался продать брошь. Филеры выследили, взяли его на месте преступления. Сапфирами и бриллиантами. Вот она. Почему же при обыске ничего не нашли? Так он с утра в огороде копался. Ваше благородие. Не бойся, там все и спрятал. Быстрее молнии. Летите и перекопайте там весь огород. Слушаюсь, Ваше благородие. Ну что, господин Игнатьев, рассказывайте, как вы ограбили и убили. Купца Овчинникова. Не убивал я его и не грабил. Знакомая песня. Здесь тайный ход. Нужен свет. Ваше благородие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Подождите меня здесь. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Яков Платоныч!